200 километров на обласах преодолели югорские грибцы. Водную экспедицию от села Варьоган до поселка Аган посвятили 90-летию Нижнего Артовского района. 22 года назад этим же путем на самодельных национальных лодках прошли югорчане во главе с ненецким поэтом Юрием Веллой. Как это было, тогда и сейчас расскажет Павел Желтов. Если раньше участников сплава вел сам Юрий Велла, то сегодня во главе колонны из обласов его дочь Сема Лялькина. Управлять лодкой ее учил сам Юрий Кыльевич. Поэтому она без раздумий согласилась принять участие в заплыве. Таким образом, почтить память отца. На том области, на котором я сюда приехала, это делал мой отец. И мне кажется, он был со мной всегда рядом. Я чувствовала душу его. Результатом экспедиции 1996 года стал путевой дневник Юрия Веллы. А на карте появились сакральные для коренных народов места, стойбища, а еще полное описание маршрута. Евгений Айпин – один из самых опытных участников. Он был в том самом первом заплыве. Когда ни связи, ничего не было, вот на обласах ездили, до старого Агана почту возили. Отец рассказывал, вообще они на деревянной лодке военкомат с Ругут ездили, тоже с Варьогана. Дальше приемные пункты были, рыбу там принимали старики, когда рыбачили. Ночевали на берегу. Прежде чем пристать к стойбищу, делали по три круга по ходу движения солнца. В честь хозяев и духов. К слову, духи к участникам сплава явно благоволили весь поход. Сильное течение и попутный ветер позволяли пройти до 60 километров в день. Тем не менее, участники не скрывают, тяжело было даже спортсменам. Впрочем, говорят, усталость почувствовали только по прибытию в Аган. Мы начали понимать, что мы сделали, какое расстояние мы проплыли, насколько было нам тяжело. Только вот сегодня, наверное, мы начали понимать. Потому что остальные дни мы просто дружили, мы просто плыли. Это, наверное, не сравнит ни с чем. Такое расстояние, и это надо быть физически готовым. Сплав по Агану даст материал для научно-исследовательской работы. Сотрудники этнографического парка музея села Варьоган подробно опишут весь поход. Сами же участники уже готовятся к следующей экспедиции. Через два года, в год 120-летия села Варьоган, они собираются сплавиться с верховья Вагана, а потом и по Ампуте. Павел Желтов, телерадиокомпания «Югра», при содействии телевидения Нижневартовского района.